Продолжение следует... 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 В целом следует отметить, что 80-е годы XVIII века были в России богаты крупными исследовательскими экспедициями. Одной из таких была «Северо-восточная географическая экспедиция Биллингса-Сарчева». Можно следующий слайд. 1785-1795 года. Дневники, записки, журнал «Рапорт» и участников экспедиции содержат сведения. Это следующий слайд, номер четыре. В этнографических материалах этой экспедиции зафиксированы также данные о женском шаманстве. К экспедиции присоединился натуралист доктор Карл Мерк, и он описал симптомы женского нервного заболевания, которые многими исследователями связаны с шаманской болезнью. Мнение, что шаманское мировоззрение построено на истерии, исторически сложившаяся традиция и часто встречается в революционной литературе, и доктор медицины Август Кибер, участник полярной экспедиции в Рангеле. Это следующий слайд. В 1821 году писал об эпидемии «Чёрная немочь» в районе Нижнеколымска. Это были истерические припадки, которым женщины подвержены наиболее… Колымская экспедиция Август Кибер была организована морским министерством для поисков новых земель в северном Литовитом океане, и участники выполнили не только комплекс естественно-научных исследований, но и собрали большой объём этнографических сведений о Чукчах, Тельменах, Юкагирах, Алиутах, Эскимосах, Эвенах, Эвенках и Якутах. В том же 1821 году капитан-лейтенант Шишмарёв обследовал небольшой участок побережья Берингового моря, и он видел там Чукчи и описал женское шаманство. Он писал, что мужчина-шаман гадает на воде, кривляясь и смотря в неё, объявляя будущее, а женщина-шаманка призывается только женщинами при болезнях, гадает не на воде, а только бьёт в бубен и призывает к камаку. Эта информация находится в его статье «Сведения о Чукчах» в записке Департамента морского министерства. Кроме участников морских экспедиций на феномен шаманства обращали внимание миссионеры, которые осуществляли свою деятельность среди коренных народов в Арктике, публиковали заметки в журнале «Православный благовестник» и не углублялись в особенности мужского и женского шаманства. Например, священник Николай Лебедев, описывая ненецкое шаманство, писал, что как шаманы, так и шаманки во время своих фарсов при жертвоприношениях являются в особом и в одном свойственном платье из бубных руках. На следующем слайде вы можете увидеть епископ Амилетия, это епископ якутский, велюйский, который также описывал шаманок и писал, что шаман в шаманах бывает много, то слишком мало, поскольку призвание к шаманству зависит от случая. Также он описывает одеяния шаман-фа-шаман. Одним из первых рассмотрел мужское и женское шаманство как отдельное явление Василий Филиппович Трощанский, автор книги «Эволюция черной веры» шаманского якутов. Это следующий слайд. Его точка зрения заслуживает особого внимания. Он писал, что женское шаманство древнее мужского, выдвинул гипотезу перехода от женского к мужскому шаманству через кузнечное ремесло, также различные лингвистические договоры о шаманстве у якутов. Также он одним из первых описал явление шаманского травестизма, поскольку мужчины-шаманы надевали на передние железные круги, изображающие груди, расчесывали голосы по-женски и так далее. Этнограф Трощанский – это представитель той группы ученых, которые стали исследовать северные этносы в силу обстоятельств политической ссылки. В 1887 году он был отправлен на поселение в один из якутских улусов, где серьезно изучал быт и верования якутов, составил программу по изучению двуххристианских верований, и его соратники, политические и ссыльные, которые жили неподалеку, также внесли свой вклад в изучение шаманизма – это Виташевский и Ионов Пекарский. На следующем слайде вы можете видеть Ватсула Леопольдовича Серашевского, российского этнографа Сибриведа, который также был приговорен к ссылке в Якутию за участие в рабочем движении и стал собирать здесь этнографические материалы. Он писал, что шаманами и лекарями были в первую очередь психическими отклонениями, которых среди жерсию Конституции шаман поддерживал другой. Известный революционер-этнограф Владимир Германович Богорас Таан, один из основателей нашего Института народов Севера. Следующий слайд. В 1889 году он был сослан на 10 лет в Среднеколымск и стал заниматься этнографией. Достиг больших успехов, императорская академия наук его включила в состав Сибиряковской экспедиции, снаряженной с целью изучения жизни Чукчи и других народов Северо-Востока. Богорас внес огромный плак в изучение чукотского шаманства. Первый подметил связь статуса с шаманом, с физиологическими особенностями женщины. Писал, что чукчи считают, что шаманство чаще замечается у женщин, но женское шаманство достигает низшей силы и самые могущественные шаманы бывают среди мужчин. Также у него есть статья о психологии шаманства, где он отмечает, что в шаманстве семейном женщины пользуются предпочтением перед мужчиной, и женщина ближе к семейным различным отношениям, амулетом и идолом. Также он освещает вопрос шаманского травестизма и знаменитая его фраза «Женщина от природы шаманка, ей не надо готовиться», записано на чукче. Эту же особенность женской психики отмечает этнограф Евгений Пётр Евгеньевич Островских. Это следующий слайд. Он пишет, что женщины тюркских народов Далгана Ягутов отличаются по рассказам повышенной чувствительности и его значительности техник обвиженной душевным заболеваниям, из них и вырабатываются впоследствии шаманки. Он собирался в материалы в конце XX века в командировках от Академии наук для изучения туземцев Минусинского края и Енисея Таруканского края. На следующем слайде вы видите представителя якутской интеллигенции Гаврила Васильевича Ксенофонтова, исследователя этнографии и фольклора якутов. Он писал свои труды уже после революции и пришел к выводу существования и сумасшествия шаманистов. И он также собрал материалы в арктических районах Якутии, в Низовьях Лены и Оленька в 1920-х годах, собрал материалы по шаманству, о женщинах-шаманах он писал. Якутские шаманки-удаган тоже служительницы духов-преисподней, но как бы славно ни были, не пользуются авторитетом, равным своим соперникам-мужчинам, к ним обращаются, когда надо отыскать вора и краденое, числом шаманок более, нежели шаманов. И по мнению народцев, шаманки лечат удачнее, душевно больнее, только в этом случае почтительнее перед шаманом. Значительный вклад в понимание особенностей женского шаманства внес советский этнограф, профессор кафедра этнографии Ленинградского университета Дмитрий Константинович Зеленин на следующем слайде его портрет. Ученый полагал, что невроз был понят и столкован в смысле вселения духа именно женщинами. Между беременностью и болезнью проводили параллель, болезни стали объяснять таким же вселением живого существа, как и беременность. И это примитивно-религиозный те вселения духа и болезнь, основанная на женском и мужском опыте, писал Зеленин. Писал, что итальменов, женщинам-шаманкам, воспринятыми в себя духе, помогают угадывать, связывал генезис шаманского культа с архаичным формой семейного женского шаманства и подчеркнул, что шаманки были первыми и лучшими целительницами. Таким образом, многие исследователи конца XIX-начала XX века отмечают представление младческих народов по арктике о восприимчивости женщин к проявлению сакральных сил и особенностей психофизиологической организации женщин способствуют избранничеству их духами и предопределяют их включенность в профессию шаманства. С данной позиции соглашаются некоторые современные ученые, но у меня, наверное, уже не остается времени подробно остановиться на их трудах. Я назову имена, да, это Елена Петровна Патьянова, которая рассматривала вопрос о роли шаманов в семейном, индивидальном, шаманстве народа в Чукотке, писала о обществе женщин, о том, что до сих пор сохраняется представление о том, что женщины пророжденные шаманки и они владеют шаманским приемом и используют, чтобы изменить погоду или вылечить близких родственников. Также женское шаманство входило в круг научных интересов Веры Павловны Дьяковной. Следующий слайд. Она рассматривала фольклор, в котором шаманками были знаменитые персонажи героического эпоса Олункова. Также вклад в понимание женского шаманства внесла Галина Николаевна Горачева. Следующий слайд. Она изучала Нганасан и писала о том, что помощники шамана в Туаптусе, это часто были женщины, причем это была жена шамана, и перед камланием шаман спрашивал разрешение камлать у своей жены, которая подкармила огонь и играла шуруча в церемонии. И для понимания сущности женского шаманства информация ценная содержится в трудах Екатерины Дмитриевны Прокофьевой. Меня слышно? Да. Да, хорошо слышно. Да, только пишет, что соединение. Да, ее труды посвящены шаманскому костюму, и она описывает женский шаманский комплекс, костюм женский. И также говорит о том, что инецкие шаманки могли быть, принадлежать категории бутодэ, то есть имели отношение к духам небожителям, имели полный комплект костюма. И отмечать, что мужчины также при канланиях иногда использовали женский костюм, элементы женского костюма, нагрудник, кафтан, шапки. Это прослеживается у юпагиров, и венов, и венков. Она приводит также рассказы венки Савоне о сексуальной связи женщин с духом. От которого она рожает ребенка и после этого начинает шаманить и исследовать левенкистского шаманизма советский этнограф Аркадий Федорович Анисимов на следующем слайде и его портрет связывает такие представления с татемическими верованиями. В шаманском мировоззрении существует много сюжетов и сексуальной связи охотников с хозяйками тайги, и шаманские духи это бывшие котелы материнских родов с его точки зрения. И истоки представления об избранничестве восходят к татемизму, когда существовали мифы о сожительстве со зверем именно женщина как представительница рода. У томбуса маньчжурских народов и звериный муж это буро-медведь, у самов, ненцев и чукчей буро-медведь сменяется белым медведем, у теркеанских чукчей, корягцев и эскимосов медведь сменяется китом. И Анисимов подчеркивал тотемический характер сексуального мотива мифа, отражающего интимную сторону отношений между зверином и мужем, тотемом и зверем, и женщиной и родом. Это свидетельствует о том, что истоки шаманизма следуют искать в женском шаманстве. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемая Софья Александровна. Сейчас, например, в Институте народов Севера или современных исследователей кто-то занимается изучением женского шаманства? Да, у нас есть несколько специалистов, которые изучают шаманизм. Это моя учитель Татьяна Владимировна Жеребина, которая заведовала отделом шаманизма в Музее истории и религии. Она сейчас там не работает, она на пенсии, но она занималась исследованием шаманизма. Также Бугакова Татьяна Диамидовна, которая изучает ландайский шаманизм, эти вопросы затрагивает. Ну и моя диссертация была посвящена также женскому шаманству. И были полевые экспедиции, в которых изучалась эта проблематика. В общем-то, я могу вписать себя в этот круг этих великих ученых. И когда я стала углубляться, то есть эти имена со студенчества были знакомы, но в рамках каких экспедиций они эти материалы собирали, это такой патриотизм, огромные средства страна, государство тратило на то, чтобы освоить заполярье и описать те народы, которые там проживают. Ирина Капитоновна Калинина, и пожалуйста, Ирина Капитоновна, включите у себя звук. Скажите, пожалуйста, а чем отличается женский шаманизм от мужского? Да, это нужно, наверное… Я веду даже целый цикл лекций шаманизм, который у нас в институте есть в программе обучения. Целый семестр могу рассказывать об этом. Это очень сложно, да, описать, но в общих чертах я могу сказать следующее. У народов Севера есть разные формы общественной организации, наблюдались, да, до начала XX века, то есть у некоторых народов существовали пережитки материнского рода, локальное поселение, высокий статус женщины, решение терминальных вопросов, экономических вопросов. У таких народов женщины-шаманки имеют более высокий статус и имеют доступ в различные сакральные сферы. У тех народов, в которых уже сложилась патриархальная система, отцовский род, половинство, женщина не имеет таких преимуществ перед мужчинами-шаманами, ограничивается в доступе к верхним божествам и в основном занимается камланием к духам нижнего мира, к опасным духам болезней. Её костюм в связи с этим более защищён, имеет больше различных духов помощников, металлических накладок, орнаментов, которые её защищают в борьбе с злыми духами нижнего мира. Спасибо. Вот вопрос у Фёдора Александровича. Пожалуйста. Спасибо. Софья Александровна, скажите, пожалуйста, насколько тесна связь между эмеречением и шаманством? Возможно ли одно без другого или одно следствие другого? Спасибо. Да, у меня в моём докладе этот вопрос рассматривался подробно, но я вырезала просто, чтобы не занимать время. Об этом писал Дамлин Скевич, и ещё ряд учёных, именно феномен о мерячине, полярной стерии. исследователи дореволюционные, они связывали непосредственно феномен с началом Камлания, я об этом упоминала, что неврозы, состояние психической, психической неуравновешенности, они приводили к тому, что женщина более подвержена связи с духами. Но я не думаю, что современные учёные как-то это непосредственно связывают. То есть нет? Я вообще в современных исследованиях не сталкивалась с описанием подобного явления, потому что это было связано, видимо, с фотопериодизмом, полярная ночь, полярный день, изоляция в условиях чума или иранги. И сейчас у нас уже есть электричество, люди кочуются с параболическими антеннами, смотрят телевизор в чуме. Я думаю, что полярная истерия перестала существовать как умление просто. Надо сегодняшнее. Ясно. Спасибо. 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 У Александра Александровича Селезнёва была положительная реакция очень в виде благодарного такого жеста. Да. Есть ли ещё вопросы? Так, смотрю. Вот вопросы закончились. У возражаемой Софии Александровны спасибо ещё раз. Субтитры создавал DimaTorzok